Здравствуйте! Новости Дагестана на ННТ. С вами Махач Курбанов и мои коллеги. И коротко о главном. Десятки лет на страже покоя людей и безопасности имущества. Сегодня профессиональный праздник работников службы вне ведомственной охраны. О нелегком труде в материале наших коллег. Неважно какого вы пола, возраста и вероисповедания. Муфтия Дагестана объявляет конкурс на лучшее знание жизнеописания пророка Мухаммада. Мир и мой благословений. Поесть недорого и вкусно. Сделать это проще всего в Дагестане. Заявление не голословное. Специалисты сервиса по поиску работы узнали об этом у самих россиян. Подробности чуть позже. ФСБ изъяло контрабандную осетрину на 4 миллиона рублей. Ехавший из Дагестана грузовик с полтора тоннами в краснокнижные рыбы был задержан в Подмосковье. Автомобиль был остановлен на 37-м километре Ярославского шоссе. В ходе досмотра в оборудованном тайнике обнаружено 377 экземпляров осетра. В настоящее время товар помещен на хранение в местное управление Федерального агентства по рыболовству. По данному факту принимаются процессуальные решения. В Сбербаше обнаружен подпольный цех по переделке оружия. Мастерская была найдена сотрудниками уголовного розыска МВД в частном доме 49-летнего местного жителя. Установлено, что мужчина занимался переделкой гражданского оружия в боевое. В результате проверки полицейские изъяли сигнальное оружие МР-371, переделанное под аналог пистолета Макарова. Магазины с патронами, гильзы 650 граммов пороха, комплектующие части, а также капсулы воспламенителя. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и изготовление оружия. Подозреваемый задержан. 29 октября отмечается День работников службы вне ведомственной охраны. Структурное подразделение Росгвардии отмечает в этом году 68 лет со дня основания. В честь профессионального праздника наш телеканал подготовил сюжет о нелегкой работе тех, кто круглосуточно стоит на страже порядка. Порядка 600 охранных объектов, из которых более 500 – это квартиры под надежным контролем управления вневедомственной охраны. С большой самоотдачей и мужеством сотрудники Росгвардии ежедневно стоят на страже важных для государства объектов. Недвижимость и имущество граждан обеспечивают охрану общественного порядка. Их работа и опасна, и трудна. Каждый день в наряд по охране спокойствия граждан заступает пять групп. По сигналу тревоги они немедленно выезжают на объект, где сработала сигнализация. Мобильные группы задержания ежедневно в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность жителей, их имущество и правопорядок на улицах. Свой профессиональный праздник большинство сотрудников вневедомственной охраны встречают на боевом посту. В основном работа интересная. Общаемся с людьми, узнаем все новое и новое с каждым днем. Вот наш шнаряд. Они увидели подозрительную девушку с командиром роты нашей. Вместе задержали ее. Оказалось, распространительница наркотических средств. Считается, что работа в Росгвардии – исключительно мужское дело. Но это не так. Яркий пример тому – майор полиции Заира Магомедова. Вот уже 18 лет девушка работает в правоохранительных органах. А еще Заира является мастером спорта по стрельбе. Любимое оружие – пистолет Макарова. Во время занятия по огневой подготовке я стреляла с автомата и пистолетом Макарова. Но для меня лучшим оружием показался пистолет Макарова. Потому что это очень надежный инструмент. Но все же успех по стрельбе зависит от самого стрелка. Если человек может, умеет стрелять, то он сможет попасть в цель. Если он не умеет, он не сможет попасть даже из самого точного оружия. Поддерживать высокий уровень боеспособности невозможно без постоянной практики. Абдул в спорте уже много лет. Сегодня чемпион мира, многократный чемпион России, заслуженный мастер спорта. В войсках Росгвардии с момента ее образования. Наша служба – ответственная служба. Во-первых, мы более ответственно подходим к своим задачам Росгвардии в целом. Она непредсказуемая. Не знаю, ответит, опасна ли она. Мы все знаем, куда мы шли, допустим, и где мы находимся. Конечно, какая-то опасность есть, но все по воле Всевышнего. Обеспечить безопасность, не допустить свороства. Аналогичной охранной структуры больше нет не только в нашей стране, но и за рубежом. Сегодня уверенно можно сказать, что махачкалинцы под надежной защитой. И можно не опасаться за свою жизнь. Об этом говорит и то, что с начала года сотрудниками вневедомственной охраны раскрыто не больше двух преступлений. На мой взгляд, ситуация стабилизировалась. К этому все должностные лица, которые работают в этом городе, в республике, они немало уделяют внимания, силу на это все. На мой взгляд, ситуация довольно-таки стабилизировалась. Сейчас горожанин может в любое время выйти в город погулять, с детьми гулять, вот вы же видите, и ночью, и днем. Лучше стала обстановка. История вневедомственной охраны тесно связана с 1769 годом и днем рождения графа Комаровского. Граф первым возглавил отдельный корпус внутренней стражи Российской империи, ставший прообразом Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны стали достойными преемниками графа и постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Муфтия Дагестана, как и весь исламский мир, осудил карикатуры на пророка Мухаммада, мир ему и благословение. В своем обращении помощник Муфтия Республики отметил, что свобода слова заканчивается там, где начинается вседозволенность. Когда затрагивается честь, оскорбляются святыни и попираются права других людей. Муфтия Республики Дагестан солидарен со всем исламским миром и решительно осуждает подобные высказывания со стороны первых лиц государства. Люди, занимающие важные посты, ответственные посты, особенно первые лица государства, не должны позволять себе глумиться над религиозными ценностями и святостью той или иной конфессии, в частности, ислама. Высказывая что-либо, апеллируя это, что человек имеет право на свободу высказывания, на свободу слова, он должен в первую очередь подумать, какие последствия это за собой повлечет. Свобода слова заканчивается там, где начинается затрагивание чести и права другого человека, свободы другого человека. Если это влечет за собой межконфессиональный конфликт, межнациональную рознь, агрессии, последствия в виде протестов и того, что сегодня происходит в мире, то такое свободное слово должно быть ограничено. Оно должно несколько раз пересмотрено. Если человек ошибся, никогда не поздно извиниться. Лидер страны, где проживают очень много количества мусульман, не глумится ли он над религиозными ценностями своих же граждан? Если, зная это, человек так осознанно поступает, есть вовсе сомнения в адекватности такого человека. Представитель муфтиата также отметил, что полемика, которая ведется в интернете, в частности в соцсетях, не должна переходить в агрессию, которая может стать причиной межнациональной и межрелигиозной розни. Должен быть добрый призыв, ведь пророк сказал, что мусульманин не порочит, не проклинает, не совершает непристойных поступков и не сквернословит. Подобного рода высказывания сопровождаются невежеством. И муфтиат со своей стороны в первую очередь призывает изучить жизнеописание пророка. И нами в этом году организовываются специальные конкурсы, где мы будем в виде конкурсов побуждать людей к изучению жизнеописания пророка. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов в телефонном разговоре с муфтием Дагестана поздравил его и всех мусульман с днем рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословение, и направил поздравительную телеграмму. Досточтимый шейх Ахмад Хаджи, искренне поздравляю вас и в вашем лице всех мусульман Дагестана с днем рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, Мавлит Ан-Наби. Это поистине знаменательное событие, поскольку для всех без исключения мусульман пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, является образцом высочайшей нравственности, идеалом верности и служения Создателю. День рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, служит напоминанием о его великом наследии. Своими благородными поступками он объединял людей, учил их милосердию и терпимости, благонравию и заботе о нуждающихся. Убежден, что, следуя пути пророка Мухаммада, мир и мое благословение, воспитывая на его примерах из жизни подрастающее поколение, мусульмане Дагестана будут и впредь приумножать свои религиозные традиции, способствовать укреплению в нашей республике идеалов добра и справедливости, межнационального мира и согласия. От всей души желаю вам и всем мусульманов Дагестана крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях. Муфтиат Дагестана объявляет для всех жителей республики конкурс на лучшее знание жизнеописания пророка Мухаммада, мир и мое благословение. Книга, по которой будет проходить конкурс, называется «Основы религии и жизнеописания пророка Мухаммада». Участие смогут принять все желающие, независимо от пола, возраста и даже вероисповедания. Как отмечают организаторы, победители ждут ценные призы и подарки. Когда и как можно будет подать заявку и когда начнется первый этап, муфтиат региона сообщит позже. Известно, что финал состоится в Махачкале. К другим темам. В Дагестане ЖКХ готова к отопительному сезону. Специалисты оценивают готовность на 98%. Проверили весь жилищный фонд, котельные, теплотрассы, заменили старые сети теплоснабжения. Кавказское управление Ростехнадзора выдало паспорт готовности 9 из 10 городов республики. Документ не получил лишь город Дагестанские огни. Как отметили в Минстрое Дагестана, связано это с тем, что некоторые объекты ЖКХ в данном муниципальном образовании крайне изношены и работают с 60-х годов прошлого столетия. Тем временем представители Министерства труда Дагестана и Газпром газораспределения помогают многодетным семьям и пожилым одиноким людям подготовиться к зиме. Совместные профилактические рейды проходят в Махачкале. Специалисты уже успели бесплатно привести в порядок отопительную систему в 15 домах. Подробнее по тематам Ханапова. Эти дома привлекли внимание газовиков в рамках ежегодного рейда. Его цели только профилактические. Специалисты проверяют исправность оборудования. Первым делом они смотрят, есть ли утечка на газопроводе. Затем работник проводит бесплатное техническое обслуживание, если в этом есть необходимость. В связи с началом отопительного сезона мы вместе с организацией Газпром распределения Махачкала решили провести рейдовые мероприятия по выявлению в жилых помещениях, где проживают многодетные семьи, одинокие пожилые граждане, неисправности в отопительном оборудовании. Кроме того, специалисты напоминают жильцам и об основных правилах эксплуатации газовых приборов, раздают буклетики, клеят плакаты с напоминанием. Основные нарушения в частных домах, говорят работники службы, связаны с использованием старых котельных. Это отопительные приборы иностранного происхождения, плюс еще самодельные котелы, как мы сегодня видели, это оборудование, не прошедшая сертификацию. А чего они опасны? Они опасны тем, что, во-первых, у них нет автоматики. В случае, если есть утечка газа, то она не предупреждает, что там не отключается. Специализированные рейды продолжатся в ноябре по всей республике, а плановое техническое обслуживание газовики выполняют в течение всего года. Заявки на ремонт специалисты принимают по номеру, который вы видите на своих экранах. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Дагестане продолжается реализация программы «Мой Дагестан. Комфортная городская среда». Так, накануне власти Хасавюрта проинспектировали ход работ по благоустройству городских парков. Первым делом глава Хасавюрта посетил территорию гимназии имени Горького, где возводится новое здание образовательного учреждения. Сегодня здесь возводят каркас. Школа рассчитана на 604 ученических места и соответствует всем современным стандартам. Объект будет сдан в 2023 году. Также завершается строительство парка «Аллея Славы». На объекте уже проведены работы по укладке тротуарной плитки, установке оборудования для уличного освещения. Установлены и малые архитектурные формы в детской игровой зоне. Также глава города проверил ход ремонтных работ по улице Толстого. Полностью улица будет готова уже в первых числах ноября. За выпас коровы в городе жителю Махачкалы пришлось выплатить 22 тысячи рублей. Только после этого он смог забрать свой скот со штрафстоянки. Отмечается, что теперь корова, принадлежащая мужчине, дальше домовладения никуда не выходит. По данным мэрии в Махачкале были усилены меры по отлову безнадзорных животных. А штрафные санкции для владельцев крупного рогатого скота приносят положительные результаты. Если еще год назад они пытались действовать в обход с законом, нападать на охрану штрафстоянки или скандалить, то теперь люди выходят на диалог. Уважаемые содержатели крупного рогатого скота, вот согласно постановлению вы, наверное, уже ознакомились, за отлов безнадзорных животных у нас получается сумма 2467 рублей. После чего каждые сутки содержим 1628 рублей. Вот эта сумма, которая ложится на ваши плечи. Вот эта мера, которая воздействия на вас, скажем так, да, она вообще влияет как-нибудь на вас? В Дагестане за неделю заметно подорожали огурцы и помидоры. Еженедельный мониторинг цен на потребительском рынке республики показал сезонные изменения цен на плодовощную продукцию. Так, огурцы и помидоры подорожали на 12,5 и 1,3 процента. Картофель и яблоки на 2,6 процента. В то же время снизились цены на морковь и лук репчатый. Среди остальных продуктов питания значительно подорожало масло подсолнечное, яйца и сахар. Немного изменились цены на творог и муку, молоко, рис, гречку. А вот вермишель и рыба стали дешевле. Еда в Дагестане признана одной из лучших в стране. В Дагестане специалисты сервиса по поиску работы узнали у россиян, где самая вкусная еда. В топ попали Махачкала и набережные Челны. Всего в опросе участвовали полтора тысячи жителей Москвы и Петербурга, а также по одной тысяче человек из городов-миллионников. Респонденты отмечали, что для любителей недорого и главное вкусно поесть Дагестан – это лучшее место. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего вам хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова